Всем привет! Это Миша и сегодня мы поговорим о новоязи тех, кто борется с правом на оружие. Все эти новые выражения или, скажем так, переделанные старые выражения, служат одной цели – демонизировать оружие, а также ввести новые понятия, с помощью которых можно было бы проще, скажем так, манипулировать статистикой, манипулировать общественным мнением и в конечном итоге сделать так, что люди стали бы беззащитны, не имели права себя защитить, во всем зависели от государства и, в общем-то, сделать тем самым бюрократию более могущественной, чем она есть сейчас. Понятно, что в разных странах разная ситуация. В Америке, да, оружие свободно продается почти везде, где-то все хуже, но так или иначе купить оружие можно как в России, так и в Украине, так и в Израиле, в Европе, в Америке. Поэтому, ну, тема, в общем-то, интернациональная. Термины, которые придумали борцы с правами на оружие, они часто выглядят очень, скажем так, корректно. То есть ты на них смотришь и не чувствуешь подвоха, а подвох есть. И начинается он, собственно, с самих борцов с оружием. На самом деле ни с каким оружием они не борются. Они борются с правом населения, законопослушного населения владеть этим оружием. Никакие, ну, как правило, меры, которые они предлагают, они не, скажем так, усугубят ситуацию, там, морг преступности или же, там, террористов или, быть может, полиции, которая, ну, иногда действует незаконно. Вот, допустим, в США, да, осудили же, значит, убийцу Джорджа Флойда. Видите, полицейский может действовать незаконно, ну, в других странах-то, конечно, полиция вся исключительно, значит, замечательная. А хотя нет, подождите, помню, в России было дело майора Евсюкова, пришел с пистолетом, застрелил людей. Так вот, борцы с оружием, как они себя называют, они не борются с оружием, они борются с тем, чтобы вы, как гражданин, могли это оружие у себя иметь или носить его. Значит, следующий термин, о котором я хочу поговорить, это gun death, то есть, грубо говоря, смерти, вызванной огнестрельным оружием. Казалось бы, ну, нормальный термин, нет, ненормальный. Проблемы две. Первое. В этот термин включаются не только убийства, ну, что, в общем, как бы, так кажется очевидным, но и, например, убийства при задержании, то есть, когда полиция кого-то застрелила. Окей, хорошо, все еще убийство, скажете вы, допустим. Самоубийства, они тоже попадают в этот список, причем не все самоубийства. Естественно, если человек, я не знаю, прыгнул с моста, то он сюда не попадет, а вот если он застрелился, то его добавляют в этот список. В результате получаются такие какие-то цифры, которые очень обобщенные, то есть, смешиваются в одном котле совершенно там разные явления, то есть, грубо говоря, если мы говорим о убийствах и самоубийствах, в США это абсолютно разные социальные группы, да, кто этому подвержены. То есть, убийства это, ну, в основном афроамериканцы, да, там, можно много обсуждать, почему, ну, в общем-то, это действительно, скажем так, социально более уязвимое сообщество в Америке, да, ну, банды, криминал, к сожалению, так вот, если говорить о самоубийствах, это белые в основном мужчины и, значит, американские индейцы тоже в основном мужчины. При этом часто получается ситуация, что в каком-то штате очень много самоубийств и при этом практически нет убийств, например, Вайоминг, очень безопасный штат, согласно статистике. Однако, да, люди там чаще кончают жизнь самоубийством. Почему? Ответов может быть миллион. Я вижу корреляцию между числом самоубийств и, например, плотностью населения. Да, конечно, если мы посмотрим на корреляцию самоубийств и, скажем так, доступность оружия, то да, она есть. Является ли это причинно-следственной связью или это просто, ну, скажем так, корреляция, да, я не знаю. Но, так или иначе, есть, вот, как я уже сказал, и другие корреляции, например, плотность населения. То есть, вот в этих местах, типа Вайоминга, там почти все живут в сельской местности, да, там, ну, более тяжелая жизнь, например, да, чем, допустим, где-нибудь в Майами. Если мы посмотрим на корреляцию числа убийств и доступности владения оружием, ну, или распространенности оружия, то мы увидим, что корреляции особой нет. Да, есть тенденция, что в тех штатах США, где все суровые законы, связанные с оружием, там нету огромного числа убийств. Но при этом, с другой стороны, если мы посмотрим, ну, так, на обратно, на другой противоположный угол графика, мы увидим, что там очень много штатов. То есть, есть штаты, где оружие абсолютно легкодоступно, но при этом убийств особо там, ну, не происходит. То есть, там цифры сравнимые, там, с лучшими, с точки зрения, опять же, убийств странами Европы, там, меньше одного на, значит, 100 тысяч человек в год, это очень хороший результат. То есть, выясняется, что оружие само по себе на число убийств не влияет. Так что, вот этот термин, gun death, смерти, вызванные огнестрельным оружием, он, скажем так, смешивает все в кучу, он сбивает с толку, он уводит, скажем так, внимание от более детализированных данных, а более детализированные данные говорят о, скажем так, чуть-чуть другой ситуации, чем та, которую хотят преподнести борцы с правом на оружие. Следующий термин, о котором я хочу поговорить, это gun violence. Опять же, на русский это можно перевести как насилие с использованием оружия. Фактически, ну, та же самая история, что вместо того, чтобы, допустим, бороться, в принципе, с насилием, говорят, вот, это все из-за оружия. Но если мы посмотрим на другие страны, то там, где, допустим, оружие менее доступно, оргпреступность прекрасно, значит, использует, ну, например, бомбы. Вот в Израиле, я знаю, очень любят взрывать, судя по новостям. Поэтому является ли это, скажем так, проблемой оружия, или это все-таки насилие, то, что, скажем так, делает проблему проблемой? Для меня очевидно, что проблема в насилии. Проблема в том, что одни люди хотят убить других людей. Потому что, ну, в здоровом обществе, да, там этого не происходит. Следующий термин, он более специфичен. И этот термин называется ассалт райфл, или же штурмовая винтовка. Ну, или ассалт вэпон. Ну, и, в общем-то, сам по себе термин абсолютно легитимный. Он используется, ну, как бы, для обозначения того, что мы по-русски называем автоматом. То есть автомат Калашникова это ассалт райфл, или штурмовая винтовка. Все очень просто. Проблема в том, что в Америке этим термином, и вот это я видел прямо в русскоязычных СМИ, копия, перевод, просто переводят, переводят, и вот как бы пытаются, видимо, ну, запутать людей, я не знаю. Так вот, в Америке этим термином называют полуавтоматические винтовки. Да, они похожи внешне. Да, они похожи конструктивно. Но в них нет одного маленького такого свойства, которое есть и, в общем-то, является, ну, наверное, критичным для ассалт райфл. Это возможность стрелять очередями. Не умеют вот эти вот CR-15 и те Калашниковы, которые, ну, массово продаются в США, стрелять очередями. Они для этого не сделаны, они этого не умеют. Тем не менее, по отношению к ним регулярно используется термин ассалт райфл, штурмовая винтовка. И это простая ложь. Ну, опять же, врать для многих людей не зазорно, видимо. Они вот и врут. Другой термин, который тоже очень часто используется по отношению, ну, вот к этому классу оружия, к полуавтоматическим винтовкам, это по-английски weapon of war, то есть оружие войны. Но правда состоит в том, что ни на одной войне, ну, может быть, кто-то когда-то где-то использовал, но массово это оружие не использовалось. Это оружие не используется армиями, это оружие не используется какими-нибудь повстанцами где-нибудь, там, в каких-нибудь странах, там, Африки или Азии, или там, где еще происходит, значит, восстание. Я сейчас вам покажу интересный пример. Вот это вот полуавтоматическая винтовка Застова М-70. Ну, в общем-то, сербская вариация автомата Калашникова. За одним лишь исключением. Это не автомат. Она не умеет стрелять очередями. Это полуавтоматическая винтовка. Никто с такой винтовкой в войне не участвовал. Называть ее weapon of war, ну, это просто некорректно, потому что это не weapon of war. А вот, например, пистолет 1911, ну, это не Colt, это другой производитель, но формально это как раз-таки weapon of war, потому что вот такой пистолет стоял на вооружении американской армии, там, чуть ли не весь 20-й век, и она им успешно пользовалась в войнах. В результате получается, что формально, вот он, weapon of war. Это не weapon of war. Но для пропагандистского эффекта, вот этот пистолет, такой пистолет никто weapon of war не называет, а вот такую винтовку, с которой никто никогда не воевал, называют weapon of war, оружие войны. Следующий термин, о котором я хочу поговорить, это mass shooting. И в России, ну, тут просто используется прям вот дословное произношение, да, прям mass shooting, mass shooting, mass shooting. Почему это так делают в России? А потому что, сказать по-русски, перевести вот эту фразу невозможно. Ну, английский, может быть, более, скажем так, new wordable, то есть, больше подходит для создания новых швов. Поэтому mass shooting по-английски звучит более красиво, чем по-русски звучала бы массовая стрельба. Ну, как-то два слова длинно, да. Поэтому используют mass shooting. Сам по себе термин, он опять же, как вот, допустим, во фразе gun violence, смещает акценты. Вместо того, чтобы сказать, что произошло массовое убийство, да, и, кстати, вот, смотрите, в русском языке массовое убийство звучит вполне нормально, да. Так вот, сказать, что массовое убийство, mass murder, говорят mass shooting. Почему? Потому что никого не интересует факт, что убивают людей. Интересует факт, что убивают людей с помощью оружия, а оружие надо запретить. Вот, вы скажите, что это мелочи, может быть, что я там придираюсь. Если это мелочи, так давайте пусть все говорят mass murder. То есть, ну, в общем-то, акцентируют внимание именно на том, что произошло. Произошло убийство. Но нет, вместо этого mass shooting, mass shooting, mass shooting. Согласитесь, это немножко странно. Следующий термин, который тоже используется иногда, это deadly weapon, ну, то есть смертельное оружие. Например, продажа смертельного оружия, там, deadly weapon в таком-то штате. Можно ли убить кого-то с помощью вот такого пистолета? Можно. Формально, наверное, можно сказать, да, это deadly weapon. Не вопрос. Можно ли убить человека вот такой вот монтировкой? Я думаю, что можно. Я не буду проверять, но мне кажется, да. А битой? Вот можно ли забить человека битой? Это, кстати, бита алюминиевая. Алюминиевая. Не знаю, хорошо это или плохо с точки зрения забивания ей людей. Ну, вот просто давайте предположим. Вот битой можно убить человека? Если можно, то это что? Это тоже deadly weapon? Теперь самое интересное. А борцы с правом на оружие скажут, ну вот, смотрите, бита, да, она для того, чтобы играть, ну, в данном случае, в софтбол. Хорошо. Монтировка, она для того, чтобы грабить, чтобы менять колесо. Хорошо. А пистолет, они скажут, для того, чтобы убивать людей. И вот здесь кроется тоже небольшой обман. А какой процент пистолетов, выпущенных, ну, вот и проданных, да, реально применяется для того, чтобы убивать людей? Окей, ответ очень маленький. Ну, прям незначительно, пренебрежительно маленький. А все потому, что на самом деле пистолет сделан для того, чтобы, ну, например, защищать своего хозяина. То есть человек носит с собой пистолет, он чувствует себя более защищенным. И в какой-то ситуации, когда на него нападут, он может даже просто достать пистолет. Пистолет, и это само по себе разрешит конфликт. Пистолеты сделаны не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы защищать их. Ну, и несколько терминов теперь, которые специфичны для США. Термин номер один, это ган-шоу-лупхоу. То есть лазейка ган-шоу. Ну, вообще ган-шоу, это такая выставка продажа. Ну, скорее, больше продажа, чем выставка оружия. Это мероприятие, оно, допустим, проходит в небольшом городке где-нибудь, ну, или в большом городе, но туда съезжаются продавцы, значит, оружия. Там большой выбор, много народу и так далее. В чем лазейка, как ее называют? Ну, дело в том, что в Америке, и это не лазейка, это просто, ну, как бы, факт, это законный, как бы, механизм, да. Вот. В Америке частное лицо может продать оружие другому частному лицу. Без каких-либо, ну, скажем так, дополнительных документов, без проверок, без всего. Не во всех штатах, но в подавляющем большинстве штатов это так. Соответственно, когда они говорят о лазейке, они говорят, что вот на ганшоу приходят люди, которые так не могли бы купить оружие, и там есть те, кто продают оружие, ну, не профессионально, соответственно, у них нету вот этой дилерской лицензии, да, а просто, ну, как любители, типа, какой-нибудь старичок раз продает, там, свою коллекцию, или, там, ну, кто-то еще просто продает свой пистолет, и тут нет лазейки. Вот в этом термине страшное слово это лазейка, потому что если мы говорим лазейка, то это что-то, что надо закрыть. На самом деле это объективная реальность, ну, которая отражает действующее законодательство, да, никакого хитрости здесь нет, и более того, ганшоу, ну, да, наверное, это место, которое привлекает людей, которые хотят купить, продать оружие, да, в том числе, вот так, в частном порядке. Но, слушайте, это вот, знаете, как, допустим, там, в Советском Союзе, допустим, да, или в России представители различных неформальных каких-то субкультур, да, собирались в каком-то конкретном месте, да, вот, ну, там тусовались. Ну, хорошо, если вместо ганшоу, да, станет известно, что, допустим, около какого-то памятника, там, раз в месяц забираются люди, которые хотят продать оружие, да, будет легче, вот, поэтому никакой лазейки здесь нет, и это именно попытка как-то, скажем так, извратить вот ситуацию, да, и представить ее в ложном свете. Это не лазейка, это просто, ну, вот факт, это легальная практика. И следующий похожий термин – это онлайн-продажа оружия, онлайн-ган-сейлс. Значит, даже вот Байден в свое время там перед выборами, ну, после выборов он про это забыл, но перед выборами вроде говорил, что он хочет это запретить. И когда человек, ну, не связанный с оружием, слышит онлайн-ган-сейлс, он часто себе представляет, что можно зайти на какой-то сайт, нажать там несколько кнопок, провести кредитную карту и получить, значит, в посылке пистолет. На самом деле это не совсем так работает. Вот, буквально недавно я покупал пистолет онлайн. Как это выглядит? Я захожу на сайт, ввожу свои, ну, данные, имя, фамилию, там, кредитную карту. Дальше я должен выбрать лицензированного дилера оружия в моем штате. Ну, то есть, вроде какой-то магазин, как правило, который продает оружие. Это посылка, да, я оплачиваю, как бы, напрямую, но дальше эта посылка, она идет вот этому дилеру. Дилер, ну, как правило, берет небольшую, значит, комиссию, да, скажем так, за оформление бумаг. Но дилер делает ровно те же самые манипуляции, какие он делал бы, если бы я покупал пистолет у него напрямую. То есть, он заполняет бумаги, если необходимо, посылает их на бэкграунд-чек, и только после этого отдает мне пистолет. То есть, с точки зрения покупки нового оружия у лицензированного дилера никакой разницы, онлайн-покупка это или оффлайн-покупка нету. Все те же, ну, так называемые меры безопасности, да, они применяются. Другое дело, что да, теоретически, если мы говорим, что, скажем так, частные объявления, да, вот, ну, условно, как в России, Авито, да, и человек там пишет, я хочу продать свой пистолет, в частном порядке. Такие объявления, безусловно, позволят человеку найти продавца онлайн. Дальше, если этот продавец из его штата, то да, они могут встретиться, он ему заплатит, тот отдаст пистолет, все. Но, опять же, как и в случае с вот Ганшоу, это, ну, абсолютно законная практика. Интернет в данном случае не более чем площадка для публикации объявления. И, скажем так, слабость публикации объявления, да, ну, в общем, легально, да. И продажа оружия, в частном порядке, она легальна. Поэтому, когда борцы с правами на оружие говорят о запрете онлайн продажи оружия, на самом деле они говорят о запрете частной продажи оружия. Это их интересует больше всего. А что здесь важно? Почему вообще в Америке так выступают против вот запрета на частную продажу оружия? Дело в том, что если оружие продается, ну, скажем так, все через вот этих официальных, как бы, зарегистрированных дилеров оружия, то дилеры, они хранят у себя бумаги, и потом они, ну, так или иначе могут попадать в организацию под названием ATF, которая занимается контролем за оружием, да. Вот. И это значит, что фактически, если частные продажи запрещены, это значит, что судьба каждого пистолета, ну, так или иначе может быть известна государству. И многие люди говорят, а нам это не нравится, потому что если, грубо говоря, к нам придут и скажут, вы должны разоружиться, сейчас они могут сказать, вы знаете, я шел по рынку, встретил мужика по имени Джон, он у меня купил пистолет, фамилию его я не помню, никаких бумаг мы не подписывали, потому что не должны. Ищите. Или как вот в Америке есть такая популярная футболка с надписью, я потерял все свое оружие в результате инцидента с лодкой. И, типа, оно утонуло. Вот это такой намек, что к вам приходят и те футболки, а у меня нет. Вот. Да, я понимаю, что многие сейчас скажут, как это так, бесконтрольное оружие. Но смотрите, в США так очень давно, да. Вот эта история со смассовыми убийствами и прочим, она появилась, ну, лет 30 назад. 40. До этого этого было куда меньше. И, ну, очевидно, что проблема не в том, что люди легко могут приобрести оружие, да, а в том, что, опять же, как я уже говорил, у них есть желание убивать других людей. Вот. На этом термины заканчиваются. Ну, по крайней мере, на сегодня. Может быть, я когда-нибудь еще насобираю подборочку. Вот. Ну что, остается внимательно смотреть за тем, что вы читаете, какую информацию вы потребляете. Потому что те люди, которые хотят навязать вам свою повестку, которые хотят навязать вам ее в ущерб вам и вашим правам, они, как правило, очень хорошо умеют оперировать словами, они выдумывают новые слова, вводят новые понятия. Но на самом деле цель у этого только одна. Сделать так, чтобы у вас было меньше прав. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи! Пока!